Привет, друзья! С вами снова Андрей Кондрашов. Сегодня мы будем с вами говорить об угонах автомобилей марки Land Rover, а непосредственно коснемся модели Discovery 4. До 2012 года автомобиль Land Rover считался малоугоняемым и количество угонов шло на единицы, потому что надо дать должное инженерам. Они создали действительно надежную штатную систему, которая не позволяла быстро прописать ключ и также угнать автомобиль заменой блоков, что наблюдалось, например, на автомобилях японского производства. То есть для замены блоков требовалось время более 15 минут. Этих блоков очень много было, поэтому машина была сложно угоняемая, но ситуация кардинально изменилась в начале 2012 года. Появилось оборудование, которое шло из стран Восточной Европы, это Польша, Болгария. Оборудование позволяло скалькулировать по ВИН-коду, который читался через Каншину, непосредственно ПИН-код для записи дополнительного ключа. Поэтому в статистике угона в 2012 году, если говорить непосредственно о Discovery 4, уже начали появляться автомобили. То есть если говорить про московский регион, то за 2012 год было угнано 10 автомобилей. Причем по тому времени я разбирал также, имел доступ возможности к информации, как машины угонялись. Свидетства очевидцев показывают, что угон происходил за считанные минуты и было видно, что появилось какое-то оборудование, способное быстро угнать этот автомобиль. Значит, в сентябре 2013 года Land Rover действительно признал наличие этой дыры и выпустил так называемое обновление, которое позволило закрыть эту дыру. И обновление проводилось непосредственно у дилера в принудительном порядке при прихождении ТО. Но этого обновления хватило всего на 2 месяца и угоны вновь продолжились, потому что была найдена еще одна дырка, способная также беспрепятственно писать ключи. Значит, в общем-то, опять же, следуя статистике, было видно, что количество автомобилей с каждым годом росло непосредственно касаемо Discovery 4. И на сегодняшний день, в 2015 году, по статистике по Москве, было угнано уже 142 автомобиля. По России эта цифра составила 242 машины. То есть Discovery 4 на сегодняшний день явился лидером угонов именно из серии премиум внедорожников, обогнав такие именитые модели, как Land Cruiser 200 и BMW X5 и X6. Значит, ситуация борьбы производителя с угонами продолжилась уже через примерно полтора года. В летом 2014, точнее, 2015 года, был выпущен так называемый бюллетень, который призывал дилеров производить замену модуля KVM, так называемый KV Heinz модуль, который непосредственно отвечал за прописанные KELOS ключи в памяти. То есть теперь возможность прописывания KELOS ключа полностью была исключена. Но почему-то под эту акцию попали не все модели, а остались неудел Discovery 4 и автомобили Freilander. Значит, на сегодняшний день данную дыру производитель закрыл. То есть машины, сходящие с конвейера с 2015 года, с сентября, имеют защиту от записывания именно KELOS ключа. Но дыра была снова найдена и теперь на сегодняшний уже день пишется так называемый низкочастотный ключ непосредственно в память самого мобилайзера и автомобили продолжают снова угонять. То есть снова преступники находятся выше, чем инженеры, инженерные мысли у производителя непосредственно. Значит, в следующем, в ролике, который сейчас я вам покажу, будет показана возможность быстрого угона автомобиля производства начала 2015 года Discovery 4, в котором модуль KVM, соответственно, никто не менял. И мы увидим, как за одну минуту можно очень быстро угнать эту машину. Итак, для безаварийного вскрытия машины используем так называемый декодер. Заводилка позволит прописать нам болванку прямо в память автомобиля. Убеждаемся, что болванка не работает. И, в общем-то, поехали. Итак, используем декодер. Я не профессионал, поэтому мне может уйти на вскрытие гораздо больше времени, нежели это сделает профессионал. Так, сейчас я чувствую, что... На, все. Так, штатка сработала. Берем... Итак, берем заводилку и вставляем ее в разъем. Определяется ВИН машины. Все. Ключ прописан. Заводим двигатель. Все. Автомобиль угнан. Итак, как видно, если ваш автомобиль Discovery 4 до сентября 2015 года был произведен, он не попадает под акцию замены модулей КВМ. И, в общем-то, вы можете именно таким образом в течение минуты пополнить статистику угонов. Особенно, если ваша машина ничем не защищена и вы рассчитываете только, там, допустим, на страховку. Поэтому рекомендую комплексно подойти непосредственно к защите автомобиля. Из минимума необходимо защитить непосредственно штатную систему от быстрой записи ключей. Как это сделать, можно по этой ссылочке пройти, посмотреть. Очень подробно описано, как комплексно защищается штатная система. С вами был Андрей Кондрашов. Не забываем по вот этой ссылочке подписываться на мой канал. Будем с вами далее говорить об угонах и технологиях защиты от них. До встречи в следующих выпусках.